Мир вам братья и сестры, приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавай Бога внутри себя». Законы греха и смерти. Что это за закон? Сейчас мы поговорим, что такое закон греха и смерти, и что это за закон, и как из него выйти. Этот закон действует практически у каждого человека, который не пришел к Богу с верой в Иисуса Христа. Преодоление плоти над телом, мыслями, желаниями, чувствами и нашей волей – это и есть закон. Закон, который ведет ко греху, а сделанный грех ведет к смерти. Закон в том, что плоть сильнее вашего тела и сильнее вашей воли – это закон греха. А когда мы пытаемся всеми силами жить по заповедям Божьим и не можем их исполнить, не можем не грешить. И знаем, что Бог осудил грех, а когда мы грешим, представляем, что и нас Бог осудил. Это просто ужас. Но Бог Небесный дал нам выход, и теперь нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Закон греха и смерти. Что это такое? Давайте рассмотрим место из Писания, где упоминается этот закон. А это послание апостола Павла к римлянам, 8 глава, стих 2. Но мы прочитаем с первого. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. Римлянам, 8 глава, с 1 по 30 стих. Этот закон немного непонятен из-за двойственности его понимания. Мы сейчас посмотрим. Вообще, этот закон мы прочувствовали. Разберем, например. Это только пример, друзья. Когда мы в своем уме решаем, все, больше не буду гневаться на свою жену. Но проходит время, и ты срываешься опять, и опять в тебе самоосуждение, опять согрешил. То есть первое, что ты не хочешь делать определенный грех, решил в уме и пытаешься контролировать себя, но ты опять накричал. Вот этот порог. Это преодоление своей воли. То есть ты не хотел, но в противлении самому себе ты опять делаешь. И после этого приходит осуждение. Преодоление тела над мыслями, желаниями, чувствами и вашей волей – это и есть закон. Закон, который ведет ко греху, а сделанный грех ведет к смерти. Закон в том, что плоть сильнее вашего тела и сильнее вашей плоти – это закон греха. Преодоление вашей воли – это самое страшное в законе. Когда человек ломает свою волю, а ведь это дар Бога человеку, и приходит опустошение, самоосуждение. Закон. Да, друзья, это закон, и преодолеть грех человек сам ни один человек на земле не может. Это закон, друзья, как, например, закон гравитации и другие законы природы. Павел это объясняет наличие греховной плоти в человеке, которую получили все люди от Адама, все наследники его, ведь у Адама и Евы не было детей до грехопадения. Теперь наше тело ослаблено греховной плотью. Исполнить закон Божий, хоть он и совершенен, и добр, человек не может жить по заповедям Божьим. А когда мы пытаемся всеми силами жить по заповедям Божьим, и не можем исполнить их, не грешить, и знаем, что Бог осудил грех, и когда мы грешим, представляем, что и нас Бог осудил, это просто ужас. Да, мы пытаемся исполнять закон Божий. Слышали, наверное, такие фразы, но я же не убил никого, я же не ворую, а остальные заповеди. Но мы знаем, что перед Богом, если согрешил в одном, значит согрешил во всем. Исполнить даже 10 заповедей человек не может, хоть и ежедневно читает Библию или молится. Это и есть самое страшное в этом законе греха – безвыходность. Безвыходное осуждение Богом нас, отвержение нас Отцом Небесным. Но Бог знает всю ситуацию, друзья. Отец Небесный знает, что происходит в человеке, и с его даром для нас, и, конечно, дал свой выход, когда человек приходит к Богу. Об этом написал апостол Павел в послании к Римлянам, 1-8 глава, 1 стих. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Конечно, самое главное и первое – это прийти к Богу через веру в Иисуса Христа. Когда человек приходит к Богу с искренней молитвой покаяния и верой в Иисуса Христа, что он сделал и что он воскрес на третий день, то Бог оправдывает его, очищает его от всякого греха, что был сделан, и дает, исполняет его Духом Святым. Бог никого не осуждает, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по греху. Теперь Дух Святой дает силу не подчиняться закону греха и смерти и не грешить. Дух Святой сам говорит, что делать, а что нет, и еще дает силу это совершить. И теперь не нужно оправдываться перед Богом перечислением заповедей, которые ты исполнил, а оправдание по вере и жизнь, в которую помогает Дух Святой. Тот, который создал небо и землю, тот, который силой своей воскресил Иисуса Христа. Он силен и нам помочь, друзья. Эта жизнь называется Духом Жизни, но это другая статья. Закон греха и смерти – это когда человек делает то, чего не хочет. Не хочет разумом и волей, но не может совладать с собой и результат сделанный плохой поступок против человека или Бога. А это грех, грех, который осужден Богом. Но спасибо Духу Святому, который помогает нам вырваться из этого закона, помогает преодолеть этот закон и жить новой жизнью перед Богом, без осуждения и хорошими взаимоотношениями с ближним и небесным Отцом. А сейчас я заканчиваю. Если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.